Когда мы говорим с вами о роли арт-критика и о месте арт-критика на арт-рынке, эта ситуация всегда поставит, это ставит нас в такую ситуацию, когда мы должны говорить на такую тему, как искусство и деньги. И ситуация эта, как ни странно, при всей своей естественности, она оказывается довольно неловкой и некомфортной часто, потому что, с одной стороны, это арт, а с другой стороны, это все-таки рынок. И с одной стороны, это вроде бы высокое и даже возвышенное, а с другой стороны, это низкое, если не сказать низменное. И с одной стороны, это вроде бы история про вдохновение и творчество, а с другой стороны, мы вот результат этого вдохновения и творчества пытаемся мерить при помощи денежных знаков. И ситуация эта существует не только в нашей стране, где арт-рынка долгое время не было, но и на самом деле на Западе, в Европе, когда вы берете любое интервью или просто общаетесь с любым коллекционером, с любым галеристом, с любым представителем аукционного дома, все всегда очень неохотно говорят про деньги, все всегда с удовольствием рассказывают про то, какой это прекрасный художник, про то, какие у него замечательные перспективы, про то, какая это удачная работа, про то, как на ней там лежат краски, про то, как он тут выразил какие-то свои идеи, про то, как это там необычно или традиционно и все, что угодно, касающееся искусства, но никому не хочется никогда говорить, что ну вот это вот там столько-то миллионов и точка, потому что вот эта неловкость, она все равно как бы неизбежно чувствуется. А с другой стороны, есть такое противоречие, что деньги и как раз продажи, мы говорим, я больше буду говорить про аукционные продажи, потому что это открытый рынок, который понятен, это открытые результаты, в отличие от галерейных, когда никто на самом деле не знает, кто чего и за сколько продал. Так вот, аукционные и какие-то продажи и рекорды, это прекрасная такая с другой стороны тема для разговора, это всегда информационный повод, это всегда там повод когда-то там либо удивиться, либо там восхититься, либо что-то еще, и в общем тоже такая вот составляющая при всей как бы неловкости, да, ситуация, на самом деле, оказывается, очень важной. И я всегда вспоминаю фильм Афера Томса Крауна, помните, там в начале есть момент, когда детей водят по залам музея и им рассказывают про какую-то картину, говорят, посмотрите, какой прекрасный Мане, какой он замечательный, все, ну и дети там скучают, где-то смотрят по сторонам, им говорят, дети, этот Мане стоит один миллион, сто миллионов долларов, и дети говорят, а, вот, оказывается. И вот эта ситуация, она действительно иногда срабатывает и в жизни, и я должна вам признаться, что однажды я сама была в такой ситуации, когда в прошлом году на аукционе Кристис была продана картина Пикассо, обнаженная на фоне бюста и зеленых листьев, это был новый рекорд произведения живописи вообще мировой, проданной на аукционном рынке когда бы то ни было, эти 106 с половиной миллионов, об этом все писали, об этом все говорили, это такая была, в общем, бомба абсолютная. Через какое-то время после аукциона владелец, новый владелец картины, вывесил ее в Тейт Моден на всеобщее обозрение. Это тоже такая довольно распространенная практика, когда и частные коллекционеры, и банки, у которых есть корпоративные коллекции, кто угодно, они дают вещи в музее. Ну, с одной стороны, я думаю, что есть такая мысль, что это облегчает хранение в плане охраны и климат-контроля, всего чего угодно, а с другой стороны, эта работа становится доступна большому количеству людей, что и для людей хорошо, и социальная какая-то миссия, и в то же время такая своеобразная капитализация этой работы, когда она достаточно хорошо известна. Так вот, когда я была в Тейт Моден и стояла перед этим Пикассо, я пыталась какой-то внутренний такой диалог свой с этой работой построить и как-то вот так вот, ну, как-то понять и проникнуться вот этими линиями плавными, этими цветами, там, значит, чем-то еще. Диалога у меня совершенно с ним как-то не получалось и не складывалось. И я вот повторяла себе эту же фразу, что, ну, это самая дорогая картина в мире, она стоит сто шесть с половиной миллионов. И тут опять встает такая еще одна проблема, а можем ли мы вообще говорить, да, измерять какой-то талант и какую-то творческую составляющую с помощью материальной? И дает ли нам, вот, с одной стороны, вроде бы это ориентиры, да, там, что, сколько стоит, но говорит ли нам это о том, какой художник лучше, какой хуже, да, какая работа лучше, какая хуже? Ну, там, вот, не знаю, как вам, мне, допустим, у Пикассо «Голубой период» нравится гораздо больше, чем его поздние, более поздние работы, но на рынке он реально стоит дешевле, да, там, или, не знаю, старые мастера, для кого-то они кажутся более ценными, да, там, и более значимыми в истории искусства, но стоят они, тем не менее, дешевле очень многих модернистов. И вот это вот какой-то есть дисбаланс, да, еще один, когда, вроде бы, с одной стороны рынок расставляет очень ясные приоритеты, а с другой стороны, в общем, это вот, это всего лишь цифры, которые, по большому счету, об искусстве-то вроде как бы ничего и не говорят. И вот, собственно, вот во всем вот этом, да, и оказывается критик, который говорит и пишет об искусстве, когда, с одной стороны, вот тут есть, да, творческая составляющая, а с другой стороны материальная. И в какой-то степени кажется, что писать об искусстве, писать об арт-рынке очень легко, потому что есть у вас четкие ориентиры, есть у вас сначала каталог аукционного дома, там есть эстимейты, там есть там провинанс, там есть еще какая-то история этой работы, потом у вас есть результаты, там иногда даже известно, кто купил там работу и, в общем, вот там, или там откуда она произошла. Вроде как бы это все очень просто, а с другой стороны тоже непросто, потому что вот буквально на каждом этапе у вас возникает очень много почему, да, почему эти работы, это не те, почему эти продаются дороже, эти дешевле, почему этот художник ценится, этот художник не ценится, почему вот эти вот бесконечное количество почему, на ответ на который цифры совершенно не дают, как бы, да, и ничего не объясняют. Я попытаюсь рассказать вам на примере, да, как бы, как, конкретном достаточно, как это все работает, да, и как об этом пишется, потому что вот эта вот объясняющая функция арт-критика, да, на арт-рынке, она оказывается достаточно важной, и для нее нужно знать не только вот конечный результат цифры, но и какой-то контекст, в котором эта работа находится. У рынка, арт-рынка, как и у любого другого, да, у него есть свои законы и свои правила, по которым он живет. Конечно, всегда есть место таким, так называемым, эмоциональным инвестициям, когда цена работы, это, в общем, цена желания, да, я вот ее очень хочу, и мне абсолютно все равно, сколько она будет стоить, я могу себе это позволить, я ее куплю, просто потому, что хочу. Очень часто, особенно до кризиса это было, цена работы, это была такая цена амбиций, когда рынок был перегрет, и, в общем, как бы, цены взлетали, и очень часто они взлетали просто потому, что один человек в зале не хотел уступить другому, да, я потом, для в зале, да, когда человек торгуется не по телефону, а в зале, это всегда такой очень сложный момент, на разных торгах, по-разному, да, то есть, в общем, как бы, как на, там, каких-то торгах, допустим, старых мастеров или ювелирки западной, где в основном присутствуют не русские покупатели, это в меньшей степени работает, да, там как-то есть своя какая-то устоявшаяся веками система, а вот на русских торгах бывает, что человек торгуется, допустим, там, в Лондоне за какие-нибудь вазы, и вот там еще одна ставка, там, ставка по телефону, и все смотрят на него внимательно, и, ну, как ты дальше-то, вот, ты че вообще будешь дальше за них торговаться? Деньги, что ли, кончились? И вот поэтому иногда какие-то цены, высокие рекорды, как это не смешно, да, но они становились результатом вот таких вот эмоций, там, азарта, да, и вот какой-то амбиций и нежелания кому-то чего-то отдать, уступить. Но при всем этом на рынке есть свои законы, да, и, собственно, сейчас, особенно после кризиса, они как-то вот очень хорошо, более явно проявляются, потому что таких вот эмоциональных и спонтанных покупок, их совершенно очевидно стало гораздо меньше, по вполне понятным экономическим причинам, арт-рынок, он подчиняется всем экономическим законам, так же, как любая другая область бизнеса. И в качестве примера расскажу вам про торги, которые вот буквально недавно закончились в Нью-Йорке, собственно, прошла вот всю первую половину ноября, ну, вплоть до, там, даже первые 10 дней, наверное, до 9-го числа, прошла серия очень крупных и знаковых вообще для рынка торгов, которые очень много определяют, которые на которых часто там продаются какие-то шедевры, это в первую очередь там за большие деньги ставятся рекорды, торги импрессионистов, искусством импрессионистов и модернистов и послевоенного и современного искусства. Сейчас вместе с ними еще проходили русские торги, что тоже интересно, вот, как правило, в ноябре в Нью-Йорке русские торги проводят только Дом Сотбис последние несколько лет, потому что все остальные расписание торгов, в общем-то, оно расписано и оно не очень сильно меняется, да, это понятно, что там импрессионисты и современные торгуются четыре раза в год, два раза в Нью-Йорке, два раза в Лондоне и, в общем, заранее известно, в какой период. А русские торги связаны с тем, что Сотбис активно пытается проводить такую политику, что, в общем, русский авангард и русское искусство, оно ничем не хуже вот импрессионистов-модернистов, поэтому собирают некую коллекцию, которая представляет вместе, там, делает общий показ вместе с импрессионистами в надежде таким образом заманить в какие-то русские сети еще и международных новых покупателей, показав им, что вот есть вот тут такое прекрасное искусство, которое иногда бывает даже и дешевле, чем импрессионисты. Если посмотреть на результаты, да, сейчас, когда эти торги уже прошли, то русские торги в Нью-Йорке прошли для аукционного дома провально, потому что, во-первых, общий результат, он не достиг даже нижней планки из тиммейта того, что рассчитывали получить. Продана только половина лотов, ровно половина из 26-13, и, с одной стороны, как бы, да, это задает вопрос, что русское искусство перестали покупать, да, русские коллекционеры, там, они расхотели его собирать. С другой стороны, если мы посмотрим с вами на сами работы, я эти работы видела, поскольку многие из них привозили, Сотбис привозил в Москву на предаукционный показ, он мне привозил два главных шедевра, в этом году там были большая, огромное полотно верещаги на 4 на 5 метров, жемчужная мечеть в Дели, нереальной красоты из одного американского музея, и тоже, опять же, из американского музея ковбоев, полотно фешино-черемистская свадьба. Собственно, для американских музеев это нормальная ситуация, когда русские художники попали к ним где-то там в 20-30-е годы после волны эмиграции, и какое-то время там они провисели, и сейчас они от них избавляются, потому что, в общем, для них это не профильная тема, а за эти деньги они могут пополнить свои коллекции чем-то более для них интересным и важным. А вот, собственно, вот эти были два туплота, которые они привозили, многие другие работы привозили в Москву на показ. И тут не только мое мнение, да, как бы, но и тех, как бы, коллекционеров и антикваров, которые эти работы видели, что многие работы вызывали, ну, такое, как бы, удивление, изумление, да, своим соотношением, как бы, качества, не самого лучшего и высокого, и достаточно высоких эстимейтов вот тех сумм, которые за них хотел аукционный дом. И если мы посмотрим на рекорды, то, собственно, вот там прекрасные Верещагин и прекрасный фешн, они продались хорошо. Такую борьбу, прям вот борьбу коллекционеров вызвал один лот, работа Натальи Гончаровой «Московская улица», ранняя, 1909 года, прекрасная, совершенно изумительная работа, не очень большая по размеру, очень яркая, очень красочная, и такая, знаете, вот я бы сказала, характерная для всего русского авангарда вообще в целом, с такой какой-то энергетикой, эстетикой, за нее была огромная борьба, вместо полутора миллионов, которые за нее ожидались, за нее заплатили шесть с лишним, вот, что, в общем, понятно, потому что это, очевидно, та работа, которая больше на рынок не попадет. Если же мы посмотрим на то, что не продалось, да, то это, допустим, Кустодиев, в которой первые послереволюционные годы, там, праздник в Петрограде, работа не очень, как бы, да, такого высокого качества, которая, тем не менее, оценена была в 3-4 миллиона, да, по непонятным причинам. Это, там, не продался Шишкин, который, его, какое-то, там, лет семь назад он проходил через аукцион, его купила одна американская галерея, и его, я его видела на ярмарке Тифаф в Маастрихте, его туда уже много лет подряд возят, пытаются продать, раз за разом повышают цену, никто его не покупает, в Мастрихте он стоил 3,5 миллиона, здесь его оценили, там, что-то порядка полутора, но тоже, в общем, как такая, вовсе, вот, как невесту на выданье, возят, возят и никак никому, никому не отдадут, тоже его не купили, а работа Надежды Лермонтовой «Сфинкс», тоже, в общем, довольно своеобразная и, ну, довольно странная, да, причем, скажем, что художница не самая известная, которая была оценена в полмиллиона, ее тоже не купили. И вот эта ситуация, на самом деле, становится понятной, да, что купили то, что не купить было невозможно, да, то, что вот очень важно, очень ценно, то, что больше не появится и второго шанса не будет. За это коллекционеры готовы бороться. То, что как бы вот так вот средненько и плюс еще переоценено, это не купили, потому что вот, потому что переоценено. И при том, что для аукционного дома это, безусловно, такие торги были неудачные, да, для русского рынка в целом, можно сказать, что они, наоборот, удачные и показательные, что время вот этих каких-то безумных вздутых цен перед кризисом, которые вздувались-то они на Западе, но очень сильно били рикошетом по русскому рынку и по московским каким-то и питерским галереям. Вот, оно прошло, а аукционный дом просто слегка переоценил, да, возможности и фанатизм коллекционеров и покупателей. Дальше были торги импрессионистов и модернистов, и там, на самом деле, ситуация абсолютно точно та же. Очень хорошо продался у Сотбис, продалась картина Клинта, очередной его пейзаж, но Клинт это вообще, поэтому это все прекрасно и изумительно, и его мало, и в частных руках мало, и все работы, которые в последние годы попадают на рынок, это, как правило, реституция, да, то есть это, в общем, какие-то работы, которые когда-то были изъяты нацистами, дальше, в общем, в наше время наследниками отсужены у государства, вынуты из музеев, и самой громкой продажи была тогда Золотой Аделию, которой лишился Венский музей, которая попала теперь в коллекцию Лаудера. Вот, собственно, один из таких пейзажей, попавших по реституции, разумеется, он был продан, там, Кандинский прекрасный ранний, восьмого года тоже, разумеется, был продан, а вот по поводу непродаж, очень показательная история была, как раз подтверждающая эту мысль о том, что сейчас время, да, такое вот непонятное, между кризисное, в экономике непонятное, и поэтому не время эмоциональных покупок, а именно таких рациональных и продуманных, это была не продажа скульптуры Дега, маленькая четырадцатилетняя танцовщица. С одной стороны, что может быть более классического для импрессионизма, да, и для этого периода, чем эта танцовщица Дега, а с другой стороны, во-первых, не будем забывать, что Дега не делал отливок и не хотел сознательно при жизни, они все как бы сделаны уже после его смерти, какая-то часть, которая ценится дороже, сделана там сразу, какие-то, значит, делались дальше, позже. Вот, эта танцовщица, собственно, из первого какой-то вот этих первого ряда отливок, за нее аукционный дом рассчитывал получить, собственно, то, что он писал в эстимейте, это было 25-35 миллионов, в итоге в зале торги дошли до 18 с половиной миллионов, после чего, как бы, люди торговаться, торг дальше не пошел, работа была снята с торгов, оказалась непроданной. Но, если мы посмотрим, с одной стороны, тоже странно, да, почему, собственно, и прекрасное имя, прекрасная работа, все замечательно, но два года назад на другом аукционе продавалась точно такая же скульптура и была продана за 18, там, 18,7, по-моему, было миллионов долларов, и становится понятно, да, что вот она цена, которую коллекционеры готовы заплатить, тем более, если работа появлялась, да, то, наверное, появится какая-то отливка еще, и вот те там 35 миллионов, которые ожидал увидеть аукционный дом, которые коллекционеры не готовы платить, да, потому что это вот чересчур. Следом шли торги послевоенного и современного искусства, торги послевоенного искусства, и они прошли как раз феерически, они прошли совершенно замечательные аукционные дома оба, в общем, получили там очень хорошие прибыли, и у Сотбис, там, 300 с лишним миллионов вырученные за эти торги, эта сумма самая крупная, там, за последние три года, ну, собственно, как раз вот с того момента, там, как начался кризис. Но тут тоже стоит заметить, что хорошо продавались как раз работы не современных, да, не молодых художников, а как раз послевоенной работы, собственно, Ротко, Уорхол, Лихтенштейн, вот эта вся плеяда, как бы, художников, которые, в общем-то, уже стали классикой. Понятно, что в силу, да, какого-то просто временного различия, допустим, с теми же импрессионистами, этих работ еще больше на рынке, этот рынок еще не вымыт, не вымыт так сильно, вот, поэтому больше появляется каких-то работ знаковых и интересных, поэтому, собственно, за них вот еще борются коллекционеры, их как раз активно очень собирают, и у Кристи с самой удачной продажи была работа Ролихтенштейна «Я вижу всю комнату, и там никого нет», да, работа, как бы, подсматривающего, человека, подсматривающего в глазок, собственно, да, то есть в его обычном, таком, комиксовом, поп-артовском стиле одна из икон практически поп-арт, одна из ранних работ в этом стиле, и с такой тоже, да, шуткой, что это, как бы, взгляд художника на зрителя, да, и который смотрит и говорит, что, в общем, никого тут нет на самом деле, вот, работа была продана с рекордом для Лихтенштейна за 42, по-моему, или 43 миллиона, и у Сотбис самая крупная была продажа, это художник Клиффорд Стилл, с которым вообще интересная история, его имя может быть не настолько на слуху, но это художник, которого просто нет на рынке, да, он при жизни, это тоже вот это же послевоенное, как бы, да, поколение, ну, после войны вышедшее такое активно на художественную сцену, это, там, приятель Ротко и, ну, абстрактная, это работа в стиле абстрактного экспрессионизма, которые, в общем, тоже, да, так всегда вызывают какой-то интерес, это художник, который при жизни недолюбливал артдилеров, поэтому, в общем, в какой-то момент порвал с ними все свои отношения и запретил категорически продавать все свое наследие, сказал, что вот только музей, там, жена должна была выбрать город американский, в котором этот музей будет создан, собственно, музей открывается на следующей неделе в Денвере, и вот, там, четыре работы попали на торги, просто в помощь этому музею все-таки вот это вето художника было нарушено, и таким образом, несмотря даже вот на этот подъем, и здесь тоже мы видим ту же самую картину, да, что коллекционеры сейчас, да, вот именно в этот, там, нынешний момент, при нынешней экономической ситуации, они покупают то, в чем они уверены, то, что гарантированно, да, там, не упадет и не обесценится, и то, что достаточно высокого качества и редко появляется на рынке. И вот, если мы посмотрим на торги с этой стороны, да, а не со стороны просто вот списка набора цифр, то мы вот получаем некую такую другую картину, да, иногда даже совсем не ту, которую рисует аукционный дом, просто благодаря тому контексту, в котором это все происходит. И, ну, конечно, роль, тут такая арт-критика, она, с одной стороны, объясняющая и иногда развенчивающая какие-то пиар-мифы аукционных домов, потому что понятно, что аукционный дом, он всегда заинтересован в продаже, он всегда рассказывает какие-то все самое положительное, прекрасное, и все прилагательные, во всех пресс-релизах, они всегда в превосходной степени, по большей части, потому что, в общем, вот все здорово и работа такая. Но тоже, опять же, как пример, да, такого интересного, скажем так, ну, не противоборства, да, это здесь неправильное слово, но разговор, диалога, да, арт-критика с пиар-службой на аукционных домов. У меня есть любимый такой пример. Полгода назад, когда летом на русских торгах в Лондоне была продана картина Репина, огромное прекрасное полотно, действительно замечательное, «Парижское кафе», очень редкое для Репина, написанное в тот период, когда он недолго пробыл в Париже, работу, которую осудили, собственно, там, Стасов и все передвижники, и все его за них ругали, потому что бурлаки-то это, да, а что это тут вообще дамы в кафе какие-то. Вот, работа, тем не менее, интересная и замечательная, во многих монографиях она, его биографии упоминается, и после ее продажи успешно и, безусловно, все было замечательно, аукционный дом выпускает такой пост-релиз, в котором написано, что это рекорд, рекордная цена для произведения русской живописи, проданного на русских торгах Международного аукционного дома. Когда вы читаете эту фразу, да, что рекордная цена, вы, разумеется, реагируете на слово рекорд, о, новый рекорд русской живописи, да, все прекрасно, опять новая самая дорогая картина, но если мы прочитаем до конца, фраза составлена очень корректно, это, на самом деле, вот такое огромное уважение пиарщику за его профессионализм и талант в составлении этого конкретного предложения, если мы посмотрим дальше, да, то мы увидим, что это рекорд на русских торгах, да, потому что у того же аукционного дома Кристис, он продавал работу Натальи Гончаровой, которая, в общем, русская художница-то, да, несмотря на миграцию, мы все равно считаем художницей русской, продавал существенно дороже, но на торгах импрессионистов, а вот то, что это на торгах Международного аукционного дома, да, там, за полгода до этого, там, фешина продавали дороже, но это был дом Макдуглс, который не международный, и вот так посмотришь, да, получается, что рекорда-то и нет, и если посмотреть, собственно, отчеты об этих торгах, то, что проходило в прессе, то вы очень четко увидите разделение на информационные агентства и новостные ленты, которые пишут по пресс-релизу, и на арт-критиков, которые наблюдают за ситуацией на рынке, да, и понимают, собственно, вот эти вот подводные камни течения, которые пиарщикам обходить удается, да, а арт-критику обходить их ни к чему, собственно, надо бы понимать, что происходит, да, и какова цена каждому из этих слов. Если отвлечься от аукционного, собственно, рынка, да, и поговорить немножко о рынке галерейном, то существует такой давний, давний триумвират, можно сказать, да, признанный художник, критик и покупатель, да, где критик, который находится между художником и конечным покупателем, конечным, скажем так, потребителем этого художественного продукта, и то, что критик пишет, да, то, что он говорит, то, что он рассказывает, либо не рассказывает, часто влияет и на судьбу художника, да, причем это, как правило, это, ну, не как правило, не всегда это влияет напрямую, да, не всегда, если критик хвалит художника и говорит, что он прекрасный, там, самый лучший и так далее, то он хорошо продается, совершенно не обязательно. И не всегда, если критик ругает художника, тот не продается, может быть, наоборот, да, вы прекрасно понимаете, это человеческая логика и логика человеческого восприятия, когда вы слышите просто какое-то имя, да, это тоже еще один такой пиар-прием, пишите что угодно, главное, бренд не перепутайте. Вот, то есть, если вы слышите вас постоянно, да, на слуху фамилия, имя какого-то художника, да, вам может стать интересно посмотреть, кого же так сильно ругают, так же, как известный пример из прошлого, когда на первой выставке импрессионистов приходили, их ругали-то страшно вообще всеми словами, какими только можно, но приходили посмотреть и посмеяться, да, но приходили, и среди тех, кто приходил, оказывались какие-то будущие редкие единичные коллекционеры. И так же, если даже критика, там, бесподобно как-то хвалит художника, да, вы вправе не согласиться с ней, и, собственно, коллекционеры далеко не всегда согласны с критиками, и вообще критиков часто упрекают в том, что они больше любят мертвых художников, чем живых, потому что вот о них-то они наконец-то могут писать все, что угодно, что, в общем, конечно, не совсем правда, вот, но, тем не менее, вот такую роль информационную, очень важную критик, безусловно, и для рынка тоже играет, да, не только для истории искусства. И в данный конкретный момент, может быть, даже для рынка, в конкретный момент, я имею в виду, даже не наше время, да, а просто вот в тот момент, когда пишется эта статья, да, может быть, даже больше не для истории, да, в которой еще неизвестных художников известно гораздо больше, чем хороших критиков, а для вот ситуации на рынке и восприятия современниками и коллекционерами в том числе. Из известных каких-то примеров воздействия и влияния критики на судьбу художника можно вспомнить, допустим, Баскию, который, когда ему было всего 20 лет, он выставлялся на коллективной групповой выставке «The Times Square Show», она называлась, один из критиков опубликовал спустя год, заметил его там, опубликовал о нем статью, и, собственно, вот с этой статьи в журнале «Артфорум» началось его какое-то международное признание, международное восхождение и его популярность, после которой была и встреча с Уорхолом, и совместная их работа, и все остальное, да, что там могло бы продолжаться больше, если бы так трагически не закончилось, слишком рано его жизни. Из примеров, да, как бы таких более современных можно привести Бэнкси, и тут критики становятся таком, как я бы сказала, даже такой уже не критик, а мифотворчество, потому что, с одной стороны, он, конечно, сам все время дает какие-то поводы, да, ну, я говорю «он», да, потому что все-таки будем считать, что мы не знаем, да, точно, кто это там, «он», «она», «группа людей», там, и как это работает, вот, но, тем не менее, понятно, что все время даются какие-то затравки, но вот эту вот наживку критика клюет в первую очередь, да, раздувает вокруг этого, и чем меньше информации, тем больше критика проявляет себя, пишет каких-то историй, придумывает гипотез, там, рассказывает, воображает, фантазирует, что же это такое, кто же это такой, вот, что, безусловно, влияет на продажи на рынке, да, и тоже такой показательный момент, продажи этой не случилось, да, но тоже из таких забавных его игр с публикой и с критиками, когда некий человек на аукционный, интернет-аукционный бэй выставил клочок бумаги, в общем, как бы он сказал, что он выставляет клочок бумаги, на котором написано настоящее имя Бэнкси, и, собственно, понятно, что за этот клочок все тут же стали, там, бороться, выставлялся он изначально, что-то там, я не помню, то ли за, там, 18, то ли за 30 долларов, ну, в общем, какую-то такую цену, дошло до 999 тысяч 999, вот, после чего лот сняли с торгов по непонятным причинам, кто снял тоже непонятно, неизвестно, но вот эту вот заманчивость, приманчивость, вот эту наживку, конечно, все проглотили очень легко, и критики в первую очередь. Из примеров обратных, да, противоположных, можно вспомнить суд Уистлера и Резкина, который, в общем, привел к разорению художника, когда Уистлер выставлялся вместе с прерафаэлитами на одной из выставок, а Резкин писал статью критическую об этой выставке, и он хвалил прерафаэлитов и страшно ругал Уистлера, особенно его возмущала его картина уистлеровская «Ноктюрн. Падающие огни», и там, в общем, был примерно такой типичный набор критических ругательств о том, что он там швырнул в лицо публике горшок с краской, о том, что он страшно ленив и не хочет просто работать над своими картинами, о том, что все это какая-то вообще мазня, и Уистлер подал на него в суд, и, собственно, подал практически за клевету, поскольку Резкин говорил о том, что он страшно ленив, Уистлер подал в суд, что, в общем, это не так, он тратит много времени на свои работы. Была такая статья в английском законодательстве, он хотел за это получить тысячу долларов, причем из вот этих ругательств всех Резкина интересно еще и то, что, как бы к нашей теме интересно слова его о том, что я хочу предупредить возможных потенциальных покупателей, да, то есть, собственно, критик, который, в общем-то, писал о художественной, составляющей, все равно оглядывался на покупателей, на коллекционеров и на рынок и говорил о том, что хочу их предупредить, чтобы вот эту, собственно, такую рассекую мазню ни в коем случае не покупали. Суд дальше, суд состоялся, но Резкин на него не пришел, прислал вместо себя каких-то своих помощников, в общем, Уистлер так как-то довольно легко их в словесных баталиях разбил, разгромил, тем не менее, суд принял такое странное решение, он, с одной стороны, удовлетворил, как бы, да, признал, что художник прав, но в качестве компенсации назначил совершенно издевательскую сумму в одну четверть пенсии, это была самая маленькая английская монета в тот момент, и вот выплачивая судебные издержки, художник фактически разорился. Вот тоже, как бы, да, пример, хотя из довольно давнего времени, но тем не менее, показывающий, что вот эта вот связка, да, критика и художника, она всегда была и остается достаточно сильной, и, в общем, влияние, один не может прожить без другого, и один на другого неизбежно влияет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok